Всем привет Давайте попробуем посмотреть партию Я так и не научился загружать на часком ПЖН Так что поэтому сорян Вот давайте, наверное Просто посмотрим А вот получится Титулованный вторник он уже начался без меня Я не могу его сыграть, к сожалению Он, по-моему, начался уже час назад Так что Мало шансов там сыграть Ну и да, немножко получилась такая нервная концовочка Ну давайте, наверное, первую партию Ну по порядку пойдем Все равно народу у нас нету, почти 80 человек Никто не смотрит Давайте, значит, 4 Я играл белыми С6, конь Ф3, Д5 С3, конь Ф6 Слон Ж2 ДС2 Да, за эту партию очень обидно, по-моему, по нескольким причинам Конь Д7, конь А3, конь Б6, ФС2 Слон Е6, конь Ж5 Слон Ж4, но это хорошо известный вариант В принципе, здесь считается, что не Ча форсированная Вот, но есть Получается попытка Которую мне показал несколько лет назад, по-моему, Даня Дубов За что ему спасибо Вот Но и заодно приношу извинения Что вот так это неудачно все использовалось Я все перепутал На число Н5 Ладья Е1 Ну так, играли уже Так, по-моему, играл По-моему, Леон Пансулайт Играл Все-таки довольно известная Ну как, довольно известная жертва, в моем понимании Вот Жертва на Е7 фигуре Ну и Вашьера, к сожалению, для него ничего не знал Но ему хватило Вот Я так уже играл, по-моему, даже с Калякиным Здесь пошел, правда, Б4 Он пошел Е6 И я не понял, за что я дал пешку Но я, по-моему, ничего, правда, в итоге сделал Да, ладья Е1 Значит, А6 Взяли, взяли Б4 Да, ну здесь, получается Компьютер то ли, по-моему, H5 играет То ли Ферзь С8 Ну, вот, компы Я уже Я просто не помню Я не готовился к этому варианту Я решил спонтанно сыграть за доской Он пошел АЖБ А6 А4 вроде ход нормальный Хотя, может быть Не знаю, может быть Здесь уже можно пойти с Н3 А6 вроде ход не очень хороший По разным причинам А4 Ну и здесь Опять, может быть, переход После ладья Ну, Ферзь С8 переход В эти же позиции Он пошел с Ж5 Что не выглядит, как хороший ход В моем понимании Я не понимаю, как Загрузить На Часком Скачать, пожалуй, я не могу Загрузить я не могу Я не вижу этой кнопки Просто не вижу Ее нету у меня То есть Так что я заведу рука И мне не жалко Да, значит, Ж5 Ну, здесь много ходов, наверное Сладья А3, Ладья Е3 Но я пошел с Н3 С идеей Атаковать Слон Ж7 Ну, и здесь Понятно, что играли Очень слабо оба участника Ну, наверное, кроме ТФ7 Просто, ну Был бы разгром Кроме ТФ7 Б5 Не знаю Конь Д5 Можно, не знаю Пойти, наверное, БЦ Потом Ферзь Д5 В общем, короче Почему кровать пустоя в кадре Они не спрашивают Да Забавно Да, ну, короче Здесь тоже инициатива Ну, я пошел Конь Ж6 Ну, на Конь Ж6, конечно Он плохо сыграл Нужно было ходить Конь Д5 Сильнейший ход с запасом И здесь я издалека Намечал Б5 Если честно Метал, что интересно Б5 сломает А1 Комбит Е7 Комбит Е7 Ладья Бит Е7 Ферзь Бит Е7 Сломит Е7 Король Бит Е7 Ферзь С5 Но здесь я издалека Издалека взял ход Король Ф6 Когда увидел Уже было поздно Здесь, конечно, выигрывают черные Здесь у них, ну, просто Большой перевес Поэтому приходится Забирать на А8 Скорее всего Либо ходить, например Ну, комбит H8 Сломит H8 Я думал, Д4 Что-нибудь такое исполнить Ну, и пытаться Какую-то компенсацию найти Ну, либо Ладья АС1 Я не знаю Ферзь Д6 Ну, может, какой-то прорыв Там А5 Б5 Попытаться и изобрести Ну, здесь, короче У черных надежная позиция Для фигуры зладью Хотя еще не так ясно Но сыграл просто Ну, наихудшим образом Мне кажется С запасом Сломит G6 Сломит G6 Король Ф8 Да, Б5 Конь Д5 Ну, здесь мне, конечно, очень стыдно Потому что после БЦ БЦ Ну, Д5 Ладья АС1 Я вот там на глазичном стриме упоминал Ферзь С7 Ну, или как бы Ферзь С7 Ладья БЦ6 Красиво выигрыш у белых Ферзь С6 Ладья БЦЕ7 Ну, сломит D5 Наверное, даже сам простой ход Сломит D5 Ферзь Д5 Ладья БЦЕ7 Ну, и там Просто мат ставится Ну, и еще миллион других идей Ну, это как бы можно было пойти Ну, здесь, наверное, Ладья АС8 То есть, не обязаны Черные сразу сдаваться Там, как-то, сломит H3 Пойдица тяжелейшая Ну, может быть, можно играть Да, ну, как бы На самом деле Вот странно, что Ладья АС8 И не пошел Это, конечно Ну, это клиника Это реально клиника Мне очень сложно объяснить То есть, я поймал себя на мысли Реально, что я играю Все равно машинально Типа как 3 плюс 2 Да, то есть, такой турнир Довольно Такой Легкий, как бы, да То есть, ну, в Рапид Все-таки так не играешь вживую А вот в интернете в Рапид Воспринимаешь все равно Это как быстрые шахматы Как, может, как 5 плюс 3 И вообще почти не думаешь над ходами И получается какая-то грязь А где справа ставить ПЖН? Там нет у меня кнопки Этой ставить ПЖН Вы думаете, я совсем слепой? А, все, я нашел, где это делается, да Я нашел, где это делается, да Ну, ладно, все равно На следующий раз это сделаю Сейчас мне уже лень Я уже нашел, да Это не совсем там, где я это ожидал Но, да, плей Ну, не важно Короче, давайте продолжим В общем, здесь ладей Ну, ладей Е6, как бы Ну, видно, что там, ну, черные При очень хорошей защите Может быть, спасутся Не знаю, ладей Е1 Ферзь Е8 Ферзь С2 Съели на С6 Съели на А6 Тут ничего не ходит Трехсигур вообще не сказывается лишнее Ну, потом просто пешка пройдет Ферзи Мне кажется, позиция Ну, она почти выиграна у белых В практической партии Там просто можно делать что угодно Как угодно В общем, я вместо этого Я взял просто два хода Умопомрачительные силы Сначала пошел, значит, ладья Б1 Ну, ход сам по себе не такой глупый Не считая того, что это потеря темпа Ферзь Д7 Ну, и здесь, ладно, нужно было вернуться Там по телу ДЕ5, например В общем, что-нибудь адекватное сделать Я пошел еще ладья Б3 Сделал ладья Ф3 Он пошел король Ж8 От этого хода я зевнул Потому что идея была сломит Д5 Ладья Ф3 Ну, и здесь я что-то уже так расстроился А на самом деле расстраиваться незачем Можно обойти Ферзь Б1 Хитрый ход Выигрываем темп на Ферзь Е8 Потом ладья Б7 Ну, и опять Тут уже, наверное, у черных нормально Но Все равно очень ясная позиция Так как я сыграл Я просто остался без фигур Ладья Б1 Ну, видно, что первая партия еще как-то Ну, не в форме, видимо, был Ну, по-моему, пошел Ферзь Е8 Ферзь Ф5, наверное, Е6 стоило вызвать Но я даже так не сыграл Ферзь Д3 Ну, он все ошибался каждым ходом Здесь мне сложно Как-то похвалить Честно, я дальше даже не помню уже, что там было Помню, что был какой-то Георгерис А, по-моему, ладья А7 он пошел Я еще тут слон Б2 пошел Просто клиника какая-то Слон Ф8 Слон Е5, КНД7 Ну, дальше слон Е5 за чем-то пошел Ну, пойдет там слон А1 Я не знаю, играет с фигурами Хотя, ну, фигуры, понятно, нету Да, слон Е5, КНДД7 Слон Б2Д5 Ну, это уже совсем безнадежно То есть, там Сейчас Д4, слон С5 Не думаю, что дальше были шансы Не думаю, что дальше были шансы Ну, как бы, да Клиническая какая-то совершенно картина В общем Проиграл и ладно То есть Ну, в общем, дальше, видимо, моя игра Передалась Сопернику, значит, он играл белыми Ну, доску как повернуть Я тоже, к сожалению, не знаю Не внутри партии, а именно в анализах А не, можно повернуть Можно, давайте Я уже, я учусь Обращаться с КОМ Значит, смотрите Е4, Е6 Д4, Д5 Ну, это, в принципе, вариант Который у нас встречался На турнире претендентов Да, вариант Винавера Аш4, Ферзь С7 Аш5, Аш6 ЛДВ1, Б6 Ферзь Ж4 Ну, с каруана я сбил на Д4 Здесь я вернулся Ну, пришел принципиально сыграть ЛДЖ8 Слон Б5, король Ф8 Слон Д3 Ну, здесь как бы Как-то неудивительно Мне его второй раз тоже не удалось Вспомнить весь дебют Как надо Взяли, взяли Конь Д7 Д4, СД, Конь Е2 Ну, немножко Ну, некоторая, другая попытка Он уходил в партии Ферзь Д1 Там я одним образом ошибся Здесь я другим образом ошибся Где Б8 Ну, да, здесь где-то Тоже нужно было выглядеть точнее Значит, взяли, взяли Да, вот С4 Отход из этого варианта Вот так он у меня появился В партии с Вашьером Ну, как бы Теперь уже не секрет То есть у нас там Стоял Ферзь на Д1 Я поэтому здесь долго думал Полчаса выбирал в партии Я помню Между правильным вариантом И ходом С4 И вот в этой позиции Я пошел С4 Ну, и проиграл Как бы, да К сожалению Ну, в общем Многие растут именно отсюда Ну, вот здесь В принципе, если черными Минимально помнить теорию То Ну, как теорию анализа То все хорошо Я не совсем верно вспомнил Поэтому получил похуже Ферзь Б1 вроде бы неточность Вот это 2 Конь Б6 И здесь он сильный перевод Показал слон Д2 И у меня ферзь не попадает на Д1 С4 Нет, с4 правильный ход С4 правильный ход И вот после слона Д2 Я понял, что немножко Я ошибся Ну, здесь, правда Он тоже играл не идеально Король Е8 Конь Ф4 Ферзь Д4 Ну, вот ферзь Д1 Меня ход смущал Либо А4 Вот мне повезло Что он пошел очень быстро Ф3 Потому что если бы не Ф3 Позиция тяжелейшая Объективно у черных То есть А вот после Ф3 Уже ничего такого нету То есть Основная идея Да, что у нас ферзь Не попал на поле Д1 Поэтому у нас хуже Но вот после Ф3 Его ферзь тоже не попадает На Д1 Поэтому, ну Можно еще жить Ферзь Ну, ферзь Д5 Мне казалось пассивной Я пошел так Поэтому А5 Король Д7 Опять Конь А8 Я вот не знаю Мне кажется Здесь позиция уже Честно говоря Нормальная Интересно, как это занимает компьютер За партией Меня смущал такой вариант Ладья Б7 Конь Ц7 Слон Ц1 Если, например Король Ц6 То какой-то ход Ладья Б7 Мне вот не нравился Король Б7 Комбит Е6 Взяли-взяли Ну, типа Ж5 Ну, вот я не могу это оценить Мне казалось, что я в крайнем случае Дам ему вечный шаг Где-нибудь по полям Аш4 Е1 В самом крайнем случае Но выглядит немножко Ну, так Стрёмно Стрёмно У него словно ферзь в атаке Вот Но он сыграл не так хорошо Он здесь Сыграл Ферзь Как получается Опять какой-нибудь Ферзь Ж3 Это неточность Я думаю, лучше было играть Как-то Ладья Б7 И А6 Конь Ц7 Ферзь Е1 Конь Ц6 Ферзь Е1 Но очень долго Он переводит фигуры Ладья Б8 Наверное, правильный ход Ладья Б8 Комбит Б8 Ферзь А3 Ну, вот здесь Я, наверное, виноват Потому что Нужно было всё-таки Пойти Ферзь Б1 Принципиально И как-нибудь потом Король Е8 И играть такую позицию Скорее всего Ну, тоже, наверное, не счастлив Но Король Аш2 Как-то там Фигуры зависают у белых На Король Ф2 Король Е8 Ну, наверное, позиция Ближе к равной Да, то есть Но это была гораздо Лучшая редакция Чем то, что я сделал Ну, вот Я сыграл чуть пассивно Ферзь Е8 Ну, и дальше тоже Играли не очень хорошо Обе стороны Ферзь Ц5 А6 Слон Ц1 Конь Б5 Я сыграл Да, ну, вот это неточность Потому что надо было На 6 фото Ферзь Е8 Слон А3 Ну, и здесь, например Кань Б5 Ну, то есть Очень-очень тупо Конечно Это Ну, я не знаю Как смотрел со стороны Ну, я страшно себя ругал Что Ну, не включил Не включил ход Ферзь Е8 сначала Вот Ну, и там совершенно Нормальная позиция Ну, просто равенство Может быть, черный Только играет на победу А здесь я допустил Ну, единственный Единственный путь На победу Поиграть Единственная разница Это вот в этом ходе Король Ц8 Ферзь Ц4 Король Б7 Ну, может быть Может быть Здесь как-то черный Держится Но вот он Что-то неудачно сыграл По-моему, Д5 Наверное, был принципиальный ход Ну, может быть Тогда Ферзь Ц8 Не знаю, Ферзь Ц8 Король Ц8 Ну, тяжело понять Как это оценивается Ну, вот компьютер Ходит слом Б2 Потом Ц4 И считает, что белых выигран То есть он Ко-нибудь конец умел Не пустить В люди Ну, значит Какой-то другой ход Надо делать Может быть, Ферзь Д8 И пытаться активизироваться Ферзем Как-то нападать на короля Ну, мне казалось Что вот В АП Такую позицию Есть шансы удержать Есть шансы Ну То есть Получается Поменялись Тут Ферзь Б3 Ну, здесь тоже Сложно комментировать Ко-нибудь С6 С4 Я считал Комби Д5 Я так понимаю Сразу была ничья Ферзь Д4 Ферзь Ц8 Ферзь Д5 Ферзь Ц4 Ну, просто Все поменялось Там Слон Е3 Может быть Даже можно Может, на Д4 Можно съесть То есть Я что-то Честно говоря Издалека Чтал, что Комби Д4 Корректный ход У меня была идея На Ферзь Б2 Пойти Ферзь Ц8 И выиграть партию И на взятие Ферзь Ц1 Вот Но здесь Немножко невменяемое Еще состояние Видимо, было Потому что Ферзь Д3 Я немножко удивился Ходу Конь Ц3 Мне казалось, что Все нормально Но оказалось, что Нет Опять, если бы Он начал ходу Король Ф2 Были бы проблемы Здесь не так У меня все хорошо стоит Ну, может быть Примерно то же самое Получилось бы Я не знаю Слом Б2 Конь ЦЕ2 Король Ф2 Ферзь Д8 Грозит шаг Надо играть Ферзь Е4 Ну, здесь еще одна ошибка Вроде Король Ф7 Не точный ход Надо было ходить Король Б8 Вроде бы Вот И король А7 Ну, вот король Ц7 Мне казалось нормально После СЛН3 Какие сложности Визуально Здесь я не нашел Хорошего хода Надо переходить в Эншпиль Ну, разница в том Что при короле на Б8 На СЛН3 Был бы ход Ферзь Бета5 И все Король просто ходит на А7 А кони вполне себе живут Поэтому это была тоже неточность Ну, в общем, ладно Что-то ему дальше было в партии Король Ц7 СЛН3 Ферзь Ж5 Слон Д6 Почти мат Но не мат Король Д7 Побежали Побежали, значит Разменялись Ну, вот интересно Знаешь, как это получается Который объективно Я думаю, ничейный почти Ну, здесь у него был сильный ход СЛН5, кстати Да, прикольный ход Перестройка СЛН5 На конь Е6 нет хода За СЛН6 Поэтому приходится Сыграть Король Д7 Тогда СЛН6 И Видимо, где-то приходится Отдавать коня за пешки Вот Но вот он не нашел Пошел Ж4 Король Д7 А, он пошел, партон Король Д3 Сначала пошел машинально На король Д7 Ж4 Ну, вот Ж6 Сложно Сказать СЛН5 Ну, здесь Много было ходов Объективно у меня То есть, ну Наверное, самый точный Конь Е6 Ну, конь Б3 тоже Скорее всего делает ничью Король Б3 Король Е2 Конь Б3 Мне было страшно Играть в Блиц Типа взяли Пардон Ж5, естественно Значит, конь Е6 Взяли Конь Ф8 Ну, здесь довольно тонкая позиция Ж Надо ходить Комбит Ж6 И вот типа Это ничья Хотя Три пешки за коня И очень опасные проходные И типа Это ничья То есть, на этот ход Король Е6 Ф4 Вроде как-то компьютер держит Но мне казалось Что совершенно безнадежная позиция Может оказаться То есть, я что-то так Испугался играть Решил, что лучше коня сохранить Ну, в смысле Что коня против слона Пошел ЖА Наверное, это правильно Аккуратнее Слон Б6 Ну, я в НШ4 тоже делал ничего Ф4 как-нибудь Я не знаю Конем начать шуровать Конь С1 Потом конь Д3 Это было точнее Я пошел, значит, АЖ Ну, скорее всего Тоже ничья должна быть Король Е6 Король Д3 Король Е5 Король С3 Да, и вот где-то здесь Я, конечно, ошибся Слон Е3 Конь Е2 Король Д3 Надо было, конечно, потеку Конь Ф4 То есть, минимально Почитать варианты Слон Мет Ф4 Король ДФ4 Король Д4 Ф5 ЖФ Король Ф5 Король Д5 Король Ф6 Ну, получается, ничейный Ферзь Хотя, вот В свете того, как партия развивалась Может быть, не так плохо Ну, в общем, сложно бы это было посчитать Я решил, что пойду Конь Ж3 Ну, Конь Ж3, наверное, проигрывает По разным причинам Слон 7 прикольный ход Ну, да Компьютер пишет Слон 7 Видимо, ловится просто Конь Ну, то есть Опять Уровень Игриды был довольно низкий Хотя, может быть, уже было мало времени Здесь у вашей Реограмма Значит, там пошел Король Д3 Конь Ж3 Он, слава, пробил пешку И вот здесь теперь, мне кажется Худшие позади После Конь Е4 Ну, типа, Слон Ж7 Он покатит тогда Ф6 Мне кажется, ближе к ничей, наверное, должно быть уже Ну, в том плане, что поле превращения А8, оно белое Поэтому мне достаточно Одну пешку размять А за другую отдать коня Вот если я это сделаю То я сделаю ничью Ну, он как-то совсем играл невразумительно Пошел Слон Е3 Конь Д6 Слон С5 Конь Е8 Но больше всего он меня удивил дальше Он, по-моему, здесь пошел как-то сейчас Король Что же он сделал? Здесь пошел, по-моему, Король Е3 Я как-то Король Е6 сыграл А, здесь он догадался До чего бы я никогда не думал, что можно так сделать Потому что Слон Б6 ничего мне предложил Тут я вообще обалдел, конечно, от увиденного То есть, ну, как Ну, то есть, наверное, здесь уже ничья объективно Так, 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 так У меня какой-нибудь переходит И должна быть крепость То есть, белые не могут усилиться Но ничего предлагать Это, конечно, милосердно С его стороны было Может, человек там, не знаю Куда-то спешил В общем, обошлось В этой партии Дальше Ну, тут мы отскочили Хотя, ну По дороге можно было, наверное, и лучше получить Где-то там приточной игре И проиграть им вот пару раз Ну, такая партия Не это Не очень парадная Значит, в третьей партии Играл белыми Пошел Е4 на этот раз С5 Конь С3 Здесь он пошел Конь С6 То есть, он не играет больше Вариант Найдорфа Вашьер решил всех удивить Он не играет черными на Д4 Грюнфельда А на Е4 Найдорфа Он, видимо, Челябинский играет Или что-то такое Ну, то есть План был просто поиграть в шахматы Значит, Ж6 Слон Ж2 Слон Ж7 Конь Е2 Д6 Д3 Е6 Ну, так называемая, как это Закрытая соцелянка, да То есть Ну, и тоже я ее трактовал Я ее последний раз играл, наверное, где-то в детстве Да, то есть там в далеком Поэтому трактовал я ее не очень сильно Слон Е3 Конь Д4 Правильный ход Иначе Д4 белые пойдут Да, ну, здесь Если Знаешь, как играть Играешь, наверное, Б4 белыми Вот Но это не мой случай, к сожалению Б4 Ладья Б1 Ну, я, в общем, пошел Ферзь Д2 Еще машинально Он 2-0 сделал Ну, теперь, наверное, лучше было продолжать плохой план Пойти ладья Ц1 и слон Х6 Вот Ну, я как-то продолжал Какие-то ходы, в общем, делать довольно безобразные Просто Х3 Слон Д7, король Х2 Ну То есть, типа, это усиление Но на самом деле нет Лучше было пойти А4 Слон Ц6 А4 Ну, тут надо еще помнить Что играется Матч до матчевой победы Поэтому, я думаю, что Слишком сильно рисковать здесь Максим не хотел Хотел играть попрочнее Пошел Д5 Ну, слон же 5 Наверное, интересный способ Как-то побороться Потому что иначе все меняется На Д5 Ф6 был принципиальный ход Но вот почему-то пошел Комбит Е2, мне кажется Ну, довольно так Облегчает задачу белых Белые теперь Избавились от очень сильного коня Который мешал Взяли Он пошел, по-моему, Д4 Вот конь Д5 Я не мог понять Хочу я играть или нет То есть, здесь было два вопроса у меня Во-первых, после Ф6 Мне не было так очевидно Хочу ли я вообще менять кони здесь Но, по иронии, я потом сыграл так Что я еще и разменял и кони, и слонов Ирония только заключена Только начинается Комбит Е7, фебет Е7 Ну, я не хотел, честно говоря, менять Вот здесь все фигуры Типа Е5, Ф4 То есть, просто позиция закроется И будет ничья Поэтому я решил коня оставить А слона в идеале отдать за коня Е7 Поэтому шел конь Б1 Да, и здесь он, конечно, довольно слабый Сделал ход ферзь Д7 Можно было просто пойти сломить Е7 Ферзь Д7, Е5 И получить, ну, позиционно Очень-очень хорошие шансы здесь на победу У белых Слон плохой Конь идет на С4, на Е4, на Д6 Пешка на Е5 Либо ее сбить ходом Ф6 Тогда получается слабость на Е6 Отсталая пешка Ну, в общем Очередной пример Безобразной игры, как бы В моем исполнении Ну, здесь я пошел, значит, как-то Ладно, конь Д2 Он пошел Е5 Ну, что характерно Здесь нужно было снова побить на Е7 Снова побить на Е7 Побить на Е7 Ну, и здесь конь С4, Лев 4 Чуть лучше У белых чуть лучше Ну, потом H4, слон H3 Очень комфортная позиция То есть, ну, перевеса, наверное, нету Но комфортно играть Ну, я как бы и здесь сыграл Как это в бисовую силу Думаю, пойду пока А5 Ну, просто плохой ход Да, пардон Пошел Как там Ферз Д7 Да, по-моему, опять Е5 Ну, опять Здесь не поздно было побить на Да, я не конь, давай, так пошел Опять Е5, значит Ну, не поздно было побить Я пошел же конь А3 Конь С8 Конь С4 Конь Д6 В общем, получили позицию В хорошей реакции у черных Взяли, взяли Ну, и здесь, конечно, тоже Это край Сделал ход я какой-то Страшно дурацкий ферзь Д2 Ферзь должен стоять на Е2 Готовить защищать пункт Е4 Нужно было пойти, наверное, на Ф4 И играть вот так вот Типа H6, ФЕ Ну, тоже, наверное, позиция равная Ближе к ничьей, но По крайней мере, это было бы логично Здесь еще три темпа потерял Значит, ферзь Д2 В общем, конечно Тяжелые впечатления оставляет игра Получается, что он здесь сделал А, он правильно сделал Пошел и в 5 Хороший ход И тут я понял, что, как бы, ошибка Mistakes from 8 Градит Ф4 Ф4 не очень удачная структура Поэтому я решил побить Ну, хоть какая-то жизнь Слонбит Ж2 Ну, не обязательно ход, но возможный ЖФ тоже не единственный, но возможный Владья Е1 Как-то я пошел, по-моему, Владья Е8 Ферзь Д1 Ну, и как-то укрепился Укрепился белыми То есть сразу не проигрываем И я уже считал, что это достижение Ферзь Ж6, слон Д2 Е4, вот, слон Ф4 Ну, по крайней мере, у меня игра Немножко упростилась Потом Владья Е6 Ферзь Д2 Владья Е8 Б4 Ну, здесь мне казалось, что, может быть, уже Есть контр-игра Но он нашел хорошую реакцию Владья С6 Получается, БЦ Владья С5 Ферзь Б4 я должен ходить Ферзь С6 Именно так Потому что Владья БЦ2 нельзя За Ферзь Б3 Вилка Да, Ферзь С6 Что я здесь сделал? Вот, по-моему, пошел Король Аш2 Нет, Король Ж1 пошел Наверное, ход более-менее единственный Владья БЦ2 Ну, вот, здесь сложный момент Потому что Мне казалось, что по тенденции Я должен уже играть на победу Потому что, несмотря на то, что Пешки нету, позиция довольно сложная Да, то есть И у него Откровенно слабый король То есть у меня слон на Ф4 У меня король сильный У него король слабый То есть, ну, наверное В практической партии Нужно ходить Владья Б1 И попытаться сделать ничью Ну, вот, я решил, что Владья С1 интереснее Владья С3 правильный ход Изначально была идея пойти слон Д2 здесь Но, к сожалению, ЕД очень сильно Слон БЦ3 ДЦ можно сдаться Ну, и приходится играть как Владья ФД1 Ну, это уже видно, что все не то Ну, видно все не то, да То есть Пришлось играть Владья БЦ3 Ну, кстати Мне казалось, что не так глупо ДЦ Д4 Вот Ну, и как-то Хочу пойти слон Е5 Ну, мне кажется, что Опять же За допущением То, что это быстрый шахматы Или, блин Шансы на ничью Здесь у белых довольно большие То есть, они не обязаны проигрывать По крайней мере Ну, черным Технические трудности Довольно большие предстоят Хотя, конечно У черных перевес Вот Но он ушел Ферзь Д5 здесь Неожидан для меня ход Все-таки Ферзь Д3 Сломит Д4 Игра только вскрылась немножко Ферзь Д2 Владья Д8 Ну, здесь Я так понимаю Издалека он хотел меня поймать На ходу Владья Д1 Сломит Д2 Коробит Д2 Ферзь Д5 Шах черный выигрывает Но это не зенул даже я Пошел Ну, не знаю Владья В1 может было точнее Я пошел слон Е3 И в целом Мне кажется Эта позиция В рапиду очень тяжело Ее играть черными То есть, белые просто Давят То есть, пешка вообще не чувствуется И Может быть стоило Позиций уже типа Б6 Да, то есть, играть на одном фланге Хотя Не фат Может быть сразу играть Х5, Х4 Да, то есть, контр-игру искать Но он пошел А6 Вот Ну, Владья Б1 Владья Б7 Владья Ц1 Ну, опять Моя была задача просто Дождаться пока у него Останется мало времени Дождаться пока будет мало времени Ну и тогда уже действовать У него получается Где-то здесь было уже минуты 4 Наверное Пошел Король Ф7 Король Х2 Ну Ферзь Б5 Ферзь А3 В общем, не меняем ферзей Понятное дело Ну, видно, что ему сложно Здесь было играть Честно, я даже не могу Вспомнить его ходы Здесь По-моему, пошел слон Е7 Как-то я ферзь С3 Теперь же ферзь попадает На С8 Уже не до шуток Совершенно Черным По-моему, он вернулся Сейчас Надо подумать Что здесь могло быть дальше Хм Как он сыграл здесь? Кто-нибудь знает? Неужели слон Е6 Ферзь С8 Так и было? Ну, допустим Слон Е6 Ферзь С8 И типа здесь Ферзь Д5 Наверное, так он сыграл Да Да, так он и сыграл Правильно Слон Е6 Ферзь С8 Ферзь Д5 Правильно Да, значит Ладья С5 Ферзь Е6 Ферзь Б8 Ну, здесь просто Очень нелогичная игра Поэтому я не могу Вспомнить его Все ходы Слон Е7 Ладья С1 Ну, у меня уже Фигуры постепенно Активизировались Я вот лезу на разные Слабые поля Видно, что ему играть Очень неприятно здесь Пошел он По-моему, король Ж7 Здесь я пошел Мне казалось Что это преждевременно Я пошел Ферзь С8 И он где-то За два хода Позицию почти проиграл Но здесь был Какой-то ход Вроде Слон Би Дж3 Король Би Дж3 Ф4 Единственный момент Что я вот зевал Король Х2 ФЕ Ну, и здесь Наверное, нищая получается Ладья Ж1 Вроде ничего не мотует Король бежит вперед Но он так не сыграл К счастью Он пошел Как-то попроще Значит Пошел здесь По-моему, Ферзь Ф7 И здесь уже тяжелейшая позиция Наверное, проигранная То есть Король пойман Ф4 Слон Д4 Король Х6 Ну, Ж4 ход правильный Как ни странно Хотя был суперкомповской выигрыш Пойти ЖФ Пойти ЖФ Я беду Ф4 И просто бежать королем Король Ж1 Ферзь Х2 Король Лев1 Ферзь Х4 Король Е1 Именно так И здесь Оказывается Король на Е1 Хорошо защищен То есть Слон связан Ферзь Ф8 Граждет и так далее Ну и на Ферзь Е6 Просто Слон С5 И постепенно Белые выигрывают Ну вот это очень круто Это очень круто для меня К сожалению В это я не поверил Но Ж4 тоже оказался Хороший ход То есть На это выигрывает Слон Е5 И здесь Ж4 тоже ход выигрывающий Но здесь нужно было Понимать Идею То есть Я, к сожалению В нее не поверил Король Ж5 ходу Е1 Иначе можно сдаваться Просто Слон теряется Потихоньку Да, и здесь Конечно Х4 Ну, к сожалению Ферзь Х8 Ход был бы нормальный Но я зевнул его идею На Ф3 Слон Е5 Ферзь Ф4 Шах То есть Мне пришлось бить на Д6 И все Ну или Ферзь Ф8 Здесь там В принципе уже есть выбор То есть Везде Ферзь Ф4 Шах И черных Минимум ничья в кармане А вот здесь Просто Король Ж5 Х4 Форсировано белые выигрывают Король Бет Х4 Ну, в принципе Не такая сложная комбинация Если посчитать Вот Но опять Это Немножко комповской вариант Слон Е6 Ферзь Дев6 Ферзь Д7 И здесь Тоже важный вариант Ферзь Д4 Вроде бы Ну, контргра на паре Но здесь Ферзь Д7 выигрывает Король Бет Ж4 Ферзь Д6 Значит То есть Король Х4 Просто от ЛД6 Ферзь Д2 Ферзь Д2 Конец Партии А если Значит Пойти Король Ф3 Вперед Вроде бы Ферзь Д2 напали То забавно выигрыш Ферзь Д2 Ну, опять Это комповщина, конечно Король Е2 И здесь В общем-то Такая вишенка на торте Единственный ход Который выигрывает Ноченья ЛД2 Именно ЛД2 Это забавно Ну, конечно Приятный такой ход сделать ЛД2 Королю идти некуда Ферзь Д2 Ф3 Но это я уже посмотрел С компьютером С компьютером И все очень умные Особенно я Сразу Пунктов 500 Мне кажется, рейтинга Прибавляю мгновенно Вот Ну и как бы Да Ну, я думаю Что здесь я бы уже Нашел какой-нибудь трюк Типа Король Ф3 Ферзь Д2 Например Король Е2 ЛД2 Здесь уже не сложно Здесь уже позиция Получается Как Более простая Но до нее Нужно дойти Ну, вот Аж 4 Конечно Если бы я видел Что Ф3 Ферзь Д4 Это актуальная угроза И она очень сильная При Короле на Ж5 То есть мат по первой Да, он страшно И грозит Я просто здесь много ходов Считал Типа Ферзь С1 Еще я считал Ну, там Е3 Например, да И так далее Сломит Е3 Вроде не проходит Ну, в общем Мне ничего не нравилось Настолько Чтобы так сыграть Вот Ну, вот Ж4 Ход мне казался Правильным Ну, я правильно сделал Ну, вот здесь Конечно, Аж 4 Если кто-то этот ход Сумеет сосчитать Ему, конечно, респект А мне не респект Потому что я вот Не сумел Вот Ну, в общем Как-то Мы до этого доехали И осталось у нас Две партии То есть это был Получается счет 1-2 И нужно было Черным играть на победу Значит, получается Французская Так себе вариант Игры на победу Потому что Есть разменный вариант По меньшей мере Поэтому Решил я играть Ну, просто обычного Найдерфа Значит, что у нас там Не знаю ПЖН-ку Грузить, не грузить Наверное, не буду Попытаюсь вспомнить Так Поменяем доску местами Е4 С5 Конь Ф3 Д6 Слон Б5 Конь Д7 Ну, забавно, что Из всего Найдерфа Который можно разыграть белыми Он выбрал не самый плотный Здесь есть вариант Явно лучше, чем слон Д3 Если честно Ж6 Два нуля Слон Ж7 Младей Е1 Два нуля Слон С2 Ну, тоже как крепенько Крепенько Да, в третьей ничья Получилось Ну, я не знаю Я не стал до конца показывать Сейчас покажу Секундочку Где был Где был этот вариант Да, вот здесь где-то он был А ничья Получилось после ходов Ж4 Король Ж5 Ферзь Везде повторения А король Никак не может уйти Из-под вечного шаха Учебных Ну, то есть такая ничья Немножко этюдная Получается Но результат Тоже есть результат Ну, а он просто Мне в парсе Дал вечный шах Ферзь С1 Ферзь Ф4 Вот И возвращаемся К сицилианский Получается Нашей Е4 С5 Да Значит, слон С2 Получается Ну, у него где-то была уже минута В той партии, да Слон С2 Б5 Так я играл, по-моему, сам Черными Саня Шемгири Д4 Слон Б7 Д5 Ну, здесь сложная Немножко позиция Потому что Уравнять фернами Можно по-разному Пойти Б4 Можно Можно еще как-нибудь Сыграть там А5 Ну, видимо Нужно было просто Играть в шахматы Но я вот решил Пойти Ладья Е8 А4 А6 Слон Ф4 Ну, и тяжело Здесь играть на победу Потому что, ну Все, как-то белый Разменять Конь Ш5 Слон Е3 То есть пришлось Немножко ерундой заниматься Конь Б6 Конь Д2 Ну, я думаю Сначала побить на А4 Просто два раза Потом прикинул Ну, какая-то ерунда То есть там У черных все очень Так, пассивно У белых крепенько Все упростится Поэтому пошел Е6 Вот Сразу радостно Начал меняться По-моему Де Ладья бит Е6 АБ АБ Ладья А8 Ферзь А8 Конь же Как он тут вот здесь пошел А слом Б3 он пошел Ладья Си входить надо Если я хочу за что-то бороться Ну Повезло мне Что здесь Е5 Ход сразу не упрощает Потому что здесь ход сломит Е5 И как ни странно Все держится То есть на слом Ж5 Уже хожу Ладья Е8 А такие 5 было бы Конечно Очень целесообразно Белой не пойти Все разменять Да, Ладья Е7 Ну, вот как-то он здесь Начал играть Потратил кучу времени Пошел просто H3 Мне кажется Ход уже не совсем точный Теперь у черных Ну, на пол копейки Получше Потому что они давят На поле Е4 И здесь Немножко расширились Конь Д7 По-моему Он что здесь сделал Ферзи А1 сыграл как-то Нет, не Ферзи А1 Секунду Сложно воспроизвести партию Слонца 2 здесь пошел Да, наверное Слонца 2 Да, наверное Слонца 2 H6 Я сделал полезный ход Чтобы Ладьона Е6 поставили Да, точно Слонца 2 Да H6 Значит Ферзи А1 теперь Да, Ладья Е8 Мне кажется Правильный ход Ну, потому что Избегать размена Ферзи Здесь тяжело А так хотя бы Линию А мы захватим Фебет А8 По-моему он сыграл Ладья Бет А8 Ж4 Ход не точный Конь Ф6 Слон Ф4 Но его идея была На Конь Е8 Пойти Е5 И все разменять И потом еще Е6 Вот Но это увидел даже я И пошел Ладья А2 И здесь уже у черных перевес Здесь уже Ну, там Не то чтобы совсем прям Шансы Но здесь мне казалось Что благоприятный сценарий Ладья Б1 Ну, я не знаю Здесь наверное Наверное Здесь был ход Д5 Я сейчас начинаю смотреть На позицию Д5 Очень тематический Такой удар Е5 Ну, не знаю Может быть Конь Е8 Может быть Конь А6 Конь Е8 Конь Е6 Но вот это был хороший ход А был ход еще Который сделал я Хотя мне казалось Что Конь Е8 Тоже очень идейно Но вот Д5 Наверное был еще сильнее Прям Сбить нельзя Понятно Из-за комбит Д5 Комбит С3 И на С2 теряется Если ходить слом Б3 То опять же Можно пойти Ладья А6 Е5 Ну и просто Коня вести Конь А7 Конь Ф8 Потом Конь Е6 Пешка слабая Ну, в общем Здесь везде У белых похуже Ну, в принципе Просто Конь Е8 Тоже у белых похуже Слом Б3 Ладья А6 Вроде защищаем пешку Введем теперь коня Мне кажется Тут немножко потерял Как бы нить игры Хотя Тоже играл довольно крепко А, нет Здесь он пошел Как-то А, здесь он пошел С4 Вот меня очень шокировал Этот ход Он запирает Собственного слона Просто шок, если честно Он Б4 Здесь уже Мне кажется Резко стало лучше Конь Е1 Ну, вот я не знаю Правильно я здесь играл Мне казалось логично Конь С7 Слон Е3 Конь Е6 Как-то он пошел Здесь, по-моему Ф3 Ну, опять Здесь нужно было Сделать один культурный ход подряд Пойти Ж5 После чего Белых просто пад Потом, скорее всего Слон Д4 поставить Коня на Е5 Коня на Ф4 Ну, такая позиция На полтора результата То есть, скорее всего Черные выиграют Но, может быть, белые отстоятся Вот Но здесь я как-то увлекся Какими-то тактическими идеями Пошел Конь Д4 Он пошел Конь Д3 Не, он пошел Собственного слона Д1 Да, вот здесь надо было Еще пойти Ж5 Конь Д4 Это нормально все Да, вот ЛДА2 здесь Ну, дурацкий ход Потому что я просто теряю темпы На самом деле Я никогда не нападаю на Б2 Как оказалось Он пошел Конь Д3 И здесь я что-то загрустил И немножко начал Попадать уже мимо кассы Он пошел Конь С6 Ф4 Ну, и вот как-то Да, Слон Д4 Наверное, был правильный ход Памятуя о том Чем партия Как она развивалась Но я увидел ловушку И решил ее поставить Он у нее тут же попался Но оказалось Что ловушка для него Вполне благоприятная То есть, Конь Д4 Он пошел Король Ф2 Я тут был дико доволен Но, думаю, все Дум, зевнул Конь Ф6 Идея на слоне Д4 Комик Е4 Понятное дело Взяли-взяли Король Ф3 Ф5 Ну, и все Черные выиграли Вот Но оказалось, что не так прост Максим Он, как бы, здесь Видимо, тоже отзевнул Но ход Е5 Который, по ощущению Должен проигрывать партию форсированно После Конь Е4 Просто уравнивает После Король Е1 И это просто шок Это просто шок Шок это по-нашему Ну, пришлось ходить До Е, до Е И вообще От перевеса ничего не осталось Ну, кроме желания Выиграть, на самом деле Конь Е6 Конь Б3 Слоны Ф8 Пришлось как-то еще играть То есть, ну, здесь Наверное, белых Просто только лучше Уже может быть После слона Ф3 Да, ну, ладно Ну, пошел Ладья Один Решил покрепче сыграть Ему нужно было ничего сделать Слон Ф6 Это единственный шанс Побороться Потому что я хотя бы Вызываю ход Б3 Слон Ф3 Может быть еще нормально Но уже Не в ту сторону Мне кажется Ход Конь Е5 И здесь вот слон Ж2 Ну, даже если это правильно Мне кажется Он очень рискованно сыграл Потому что сломится Четыре Да, то есть Вот попытка поймать А как он пошел здесь? Да, слон Ж2 Слон Б4 Конь Ф4 И здесь он ловит на его коня Но тут Очень плохой у него конь на 1 И мне казалось Что есть какие-то идеи Типа пойти Б3 Просто коня закрыть И потом съесть на Е5 И съесть потом на Б2 И мне казалось Что эта позиция Вообще не ясная будет И в тактике Оказалось Что все проходит Конь Ж3 Слон Ф2 Конь Е4 Слон Б3 Комбит Ж3 Король Ф2 Вроде бы он выигрывает Ну, коня Но на самом деле нет На самом деле Он прыгивает партию Слон Ж7 Получается Ну, здесь уже безнадежно Совсем у белых Король Б4 Даже здесь я успел наиграть Слон Б5 Он пошел Король Ф3 Ну, здесь я вот Не знаю Мне тяжело было Тяжело было выбрать На самом деле Мне казалось Что Б3 Самый четкий путь к победе Но на самом деле Слон Б2 Гораздо точнее Конь С2 Б3 Конь Е3 И просто пройти Слон Б5 Ну, и пешка идет на Б Ну, тут скорее всего Легко выигранная позиция должна быть Я не знаю Как здесь черные Как здесь белые Планируют держаться То есть два слона Проходные такие Сильные Ну, и скорее всего Одну фигуру я выиграю за пешку Из-за меня лишнего Как-нибудь добью Вот Но вместо того Чтобы уверенно выиграть Я решил Ну, уровень невысокий Да, игры Пойти в Б3 Ну, тоже по-своему логично Слон Ф1 И здесь выяснилось Что все не так просто После Слон Ф1 Слон Ф1 я зевнул То есть Ну, бить надо Понятное дело Кроме Б3 И вот здесь Хороший на самом деле вопрос Мне кажется Что постепенно После Слон Б2 Вот эта позиция Она должна постепенно выигрываться 3 на 2 На одном фланге Два слона против Слоны Против двух коней Мне кажется Это должно быть выиграно Потому что я максимально Увожу Слон вдалеко Веду постепенно короля И как-нибудь Даже дожмут Мне кажется Здесь черные Ну, вот Это был, наверное Правильный сценарий Я вот пошел Слон Д6 Мне что-то страшно стало Так играть Все он здесь сделал Попробуем шел Конь Д2 Здесь, к сожалению К сожалению У меня было еще заготовлено Слон Ф4 Король бьет Ф4 Слон бьет Х3 Но здесь король Ж3 неожиданно Ну и черные, видимо Ну и черные, видимо Ничего должны принимать Потому что НС-5 пешка теряется Это оказалось Очень логично Так, потом Куда это мы ускочили Да Значит, слон бьет Х3 Не проходит И, значит, надо уходить Но все равно позиция Я думаю С большим перевесом Он пролок как-то Король Е3 По-моему Или, по-моему, здесь Пошел Б3 Король Ж7 Ну, причем я тоже Играл довольно неудачно Король Е3 Слон С6 Как-то вот ходу У меня Конь Д3 Меня огорошил Газит, ход Конь Е4 И вот здесь Ну, как это Вечер немножко Перестал быть томным Я просто считал Что выгодно как угодно А здесь пришлось Выграть уже Ф5 Ф5, конечно, ход Наверное, не упускает победу Но делать его не хочется Хочется бешку наш И съесть Комфортно Да, и теперь Ну, как бы Появляется благодное поле Ф4 у коней Вот, поэтому Я не был так уверен В победе Все, он пошел По-моему, как-то Конь С4 здесь Что-то типа Слон К7 Конь Ф4 Ну, слон Ж5 Мне кажется, логичный ход Конь Е5 Слон Б5 Все правильно Конь Ф3 Король Ф7 Конь Е5 Король Ф6 Конь Ф3 И вот до такой позиции Мы доигрались И здесь Ну, вот Я не знаю Скорее всего Это ошибка Да, потому что Ту позицию, которую мы получили Скорее всего Она нишейная Вот, потому что Ну, нужно было пойти Король Ф7 Как-нибудь Конь Е5 Я не знаю Король Просто вернуть слона С Ж5 на Д6 Ну, и постепенно Постепенно Я думаю, здесь черные выигрывают Ну, опять Главное не спешить Два слона сильнее Коней Ну, пешки как бы Близко друг к другу Поэтому у коней Есть микро шансы на ничью Вот, но Не знаю Я вот издалека считал Что это очень сильно Слон С6 Ну, вот Взяли-взяли Конь Д3 Слон Ж2 То есть выигрываю пешку Казалось бы Две связанные Ну, вот Сложно мне сказать Может быть У него был шанс Пойти просто Комбит С5 Слон Беж3 И бежать пешки вперед Б4 Как у меня слон Ф1 Хотя здесь на вид Наверное у меня Выигранная позиция То есть я блокирую на В5 И у меня две связанные Ну, компьютер, наверное, удержит Потому что пешка Ну, в том плане Что если белый Вызовут подослабление Ходом Ж5 То есть Если вызовут ход Ж4 Заблокируют по черным полям Будет ничья В общем, хитрый эндшпиль Ну, наверное, защищаться Здесь тоже не так легко Да, объективно Белыми Но Я боюсь, что Ближе все равно К ничьей объективная оценка Вот Но Тон, к счастью, пошел Аш4 И мне кажется Аш4 Немножко нервный ход Я думаю, что после Аш4 Хороший шанс на победу у меня Комбит С5 По-моему, пошел король Ж5 Просто Он пошел Б4 Не, подожди Как он здесь сыграл Он не Б4 Или Б4 он пошел Наверное, король В2 Слон Д5 было сыграно Да Б4 здесь Да, король Ж4 Правильно, король Ж4 Да, и вот здесь Конь Д7, мне казалось бы Тогда король Ф4 Вот я боялся Что где-то здесь Может быть ничья Конь С5 И на Аш3 Конь Д3 Вот это мне не нравилось Точно И здесь сюда Сходить король Е4 И вот на конь С5 Король Д4 Вроде уже выигран Слон Ж2 Король Е3 Я хожу На король Ж3 А значит Если Вот по компьютеру ходит Типа конь Е1 Якобы держится позиция Но мне вот не верится То есть может быть Держится Но как-то Сложно Ну в общем Он пошел Как-то конь Д3 Ф4 Здесь я уже не видел Как ему спасаться Он мне получается Дал шаг Или нет Или он пошел Как он здесь пошел вообще Король меня точно стоял на Ф5 Значит он мне дал шаг Король Ф5 Конь Д3 Пошел Аш3 просто Не-не-не А вот точно Слон Е4 Вот слон Е4 Правильный ход Да слон Е4 И вот слон Е4 Мне уже казалось Что выигранная позиция Вот я не знаю Где-то была у него ничья Или нет Потому что Ну здесь конь С5 Аш3 Король Ж1 Ф3 Б5 Здесь меня постиг шок Потому что я ожидал сдачи Вместо этого он бы шел Б5 И здесь как бы Я увидел Что после Ф2 Король идет Ф2 Аш2 Комбит Е4 Ничья И конь на Ж3 идет Тут я немножко Огорчился Вот Но взял себя в руки И сделал ход Король Ф4 Который легко выигрывает И Король Е5 Тоже выигрывает Как оказалось Хотя Король Е5 Вот странноватый Ну Король Ф4 выигрывает Потому что Да вот Б6 Ф2 Король Ф2 Ж Как это Х2 Ну и на Б7 Очень важно Не Прелеститься матовой атакой А просто съесть пешку на Б7 Последняя была бы Микро тонкость что ли То есть И по Ш1 Б8 А ну что Б8 С шахом проходит Тем более Надо бить пешку Я просто еще считал варианты Думаю Б7 А Ш1 Б8 Какой-то шах Но Б8 еще и шахом проходит Вот Ну Здесь да То есть Такое Ну на самом деле Редко бывают логичные поражения Когда вот там белые Просто там Белыми играет сильный шахматист И Хочет сделать ничью Все равно где-то То есть у него Какие-то полу нюансы Его подводят Вот И Здесь Ну наверное Где-то Может быть здесь Ничья какая-то есть Комбитс 5 Сломбит H3 Королев 2 Может быть пойти Чтобы слонный Ф1 не попадал Да Может быть Вот может быть это ничья Да В общем Ну партия явно не безошибочная И мы вот Плавно переходим К джуребивке цвета Монетку выиграл Вашьер Он выбрал белый цвет И здесь я подумал Что еще какой дебют Я не играл с ним Еще не играл с ним русскую партию Ну По иронии Мы перешли очень быстро В французскую Очень быстро перешли В французскую То есть Д3 кони в 6 Д4 После Д5 Это просто Ну Как будто бы мы играли Е4, Е6 Д4, Д5 ЕД, ЕД То есть у нас еще одна Французская получилась С странным Паретом ходов Значит Слон Д3 Слон Д6 Слон Е6 Конь G5 Ну это партия Ван Хао Против Брищука Так играла Из последнего На турнире претендентов И здесь Сказал что он не знает теории Что Башьер вообще не знает теории С3 Два нуля Ф4 С5 Как-то он пошел Не, не, он пошел как-то Здесь У слон Е3 Пошел С5 Что ж такое? Чушь Да, он пошел Ф4, да Слон Е3 Е5 Правильно Он пошел Ф4 С5 Да, совершенно верно Два нуля Правильно Конь С6 Тут у меня кстати уже Текст партии даже такой есть Да, значит Слон Е3 Тут уже Ну я даже не пожалею Как тут партия сохранилась Везет Слон Е3 Да, и здесь вот Ну, наверное Есть разные пути к уравнению Но самый простой Ладья Е8 Потому что белые Не успевают защититься От хода Е5 Это небольшая проблема То есть И здесь По-моему То ли Ж3 Как-то ходить Ну просто Ж3 уже не очень Потому что я могу На это поле Как-то напасть Много раз Может быть С ДСД Какой-нибудь Б4 Уже есть игра Ну, в общем Ладья Е8 Явно полезный ход А Ж3 Немножко ослабление Но он еще Не знал Что здесь Оказывается Не знал Что Е5 проходит Я вот не знаю Вот может быть В этой позиции Но в этой позиции Е5 вряд ли Да, хорошо Да, вот Ладья Е8 Конь Д2 Е5 И здесь уже У черных просто перевес Ну, то есть Здесь надо белыми Аккуратно играть Чтобы ничего сделать А он еще тут Много времени потратил Пошел еще и ДЕ Какой-нибудь Е5 Уже на этой позиции Уже тяжелая Откровенно То есть Между Столбиком И строчкой Уже в пользу черных Еще последовал Слон Б5 Ну, здесь Наверное, нулевые Ходы хороши Но Конь Е4 Просто самое простое Напал на Е3 Много раз Напал на Е2 Слон Е8 Ладья Е8 Ладья Ф3 Ну, может быть И Д4 был ход Неважно Какой-нибудь Е3 Ладья Е1 То есть Ну, тут я здраво рассудил Что Эншпиль С двумя фигурами Злодью, наверное, не проиграю А после Конь Х5 Я форсирую переход в Эншпиль Вот Ну, и Эншпиль, конечно Легко выигран у черных Но поскольку Черным должна только ничья Он просто даже играть Не сдал эту партию Ну, просто сдался здесь Просто сдался То есть Ну, здесь, наверное, много ходов Ну, идет к цели Как выглядит розыгрыш монетки Как это, рандомайзер Разные сайты с рандомайзерами Мне кажется, так, наверное, он выглядит В общем В общем, в общем Такие дела Ну, повезло, конечно Повезло Но, с другой стороны Первую партию, я не знаю Я совершенно не мог играть еще То есть Перспективную позицию Я просто, ну Супер атакой за фигуру Я просто, как бы Остался без фигуры И играл Ну, в силу, примерно, третьего разряда Так что Не знаю Ну, каким цветом играть Армагеддон Я не знаю Я бы, наверное, тоже выбрал белые Потому что все-таки 5 на 4 Ну, 5 на 4 Без добавления Близ в интернете Просто в обычном Армагеддоне Добавление все-таки есть После 60-го хода Добавляется 3 секунды на ход Как правило По правилам фиды А в таком Армагеддоне Ну, 5 на 4 в интернете Учитывая, что в конце Будут рубить флаг Учитывая, что это Типа не лишь сейчас А сейчас 24 Где нету прямовов По-моему Ну, нету Мгновенных прямовов Я считаю, что все-таки Минута очень важная Ну, другое дело Что он из дебюта здесь не вышел Вот Каруана тоже вроде компейкнул То есть там Проигрывал матч Выиграл последнюю партию Выиграл Армагеддон Так что Так что Ну, Каруана вроде выбрал черные По-моему, Каруана выбирал цвет Выбрал черные Так что Обошлось Обошлось Я в какой-то момент Уже, да, считал, что Можно благополучно С нулем очков стартовать После двух матчей Имея один матч Просто выигранный Абсолютно в хлам А второй матч Ну Сегодня я не могу сказать Что я как-то хорошо играл Наоборот То есть, ну По крайней мере Вот если я сегодня Проиграл матча Об Кэш и расстроился Но Совершенно не идет Никакое сравнение С тем, что было В матче с Каруаной Да, где у меня там В четырех партиях Две выигранные Одна с перевесом И одна Ну, одна равная примерно Вот Что портал на турнире Ну, не важно Потому что Нужно попасть в топ-4 Следующий матч у меня По-моему, против Ани Шагири Который явно настроен Набрать какие-то очки И, в принципе, думаю Довольно серьезный соперник Несмотря на то, что Оценивают По первым двум матчам Я думаю, что это все временно Конечно, он свою игру найдет Так что, следующий матч с Гири Ну, честно говоря Жильевку я особо так это не смотрю Намного туры вперед Я знаю только вот Следующего соперника А потом Не так уже Потом не так интересно То есть По регламенту Нужно попасть в первую четверку Которая потом разыгрывает Нокаут-турнир За победу В Целиком За победу в турнире А вторая четверка Она, соответственно Получает призы То есть Ну, просто С четвертого по восьмое И-то получают Типа Утешительные призы Как прокомментирую Слава Шипова Что слишком тороплюсь Ну, о чем Мне их комментировать Ну, да С самого начала С самого начала трансляции Я же сказал, что Я понял, в чем моя проблема Проблема, что я играю Как это Как 3 плюс 2 Хотя это 15 плюс 10 Но совершенно невозможно Перестроиться на адекватную игру В интернете Совершенно невозможно Я не ожидал, что это настолько сложно Ну, то есть Я просто не понимаю Что мне делать То есть Время не вагон Как бы И вроде там Ну, играешь как в блицок А это не блиц А играешь как в блиц Ну, и вот и получается Не круто Получается Не круто Камеру Ну, просто поменял камеру То есть Ну, они просили фронтальную Ну, мне не жалко Мне можно и фронтальную От меня не убудет Они еще хотели, чтобы я фон поставил Но как-то фон Подходящий фон Так и не доехал К сожалению До нас В общем, вот Небольшой обзорчик Что сейчас идет Идет? Тетлованный вторник Он уже закончился Или еще идет? Мне интересно Я так понимаю Закончился Видимо, Хикару выиграл Да? На стриме Хикару удивлялся Почему Полюсовый подготовка Турнира претендентов Это не подготовка Турнира претендентов Это просто Ну, какие-то общие знания А, кто выиграл? Шан Царксян выиграл На этот раз, да? А что, Хикару получил? Я вижу, что Шел Семи-семи Саша Ильичук Проиграл Хикару Выиграл в последнем туре А Хикару Он сделал две ничьи Так, а выиграл Шан Царксян, да? Ну, что сказать Армянская школа Блица Она Очень сильная А у него восемь с половиной Из девяти Ну, солидно Солидно То есть, Накамура Обыграл Грищука При этом сам Не снискал Лавров Да, сам он занял второе место Первое место Занял Шант Ну, Шант великий Первая партия была На дебютную бомбу Не, это уже Это старый-старый вариант Он игрался еще Мне кажется Ну, году Лет десять назад Наверное, уже были такие партии Ну, он просто малоизвестный Что ли, как бы То есть, это Ну, он вариант Ну, на самом деле Такой Я бы не стал его Высоко оценивать Ну, видимо Для Хикару Как бы любая Какая-то Теория Кроме Берлина И Ферзевого Гамбита Это В новинку, да То есть Смотрит Глазами полными удивления Буду ли играть Я не знаю Сейчас я сделал В любом случае Перерыв Это был стрим Непосредственно По поводу Ну, второго тура Да, то есть Как бы такой обзор Вот Сейчас, наверное Сделаю перерыв Надо еще Покушать, поужинать И может Вы через час Полтора Вернусь к вам Но, может быть И нет Я вот Не могу Не могу быть полностью Уверенным Да Ну Забавляет Что Хикару Настолько Интересно Если какой-то Не знаю Дебют Показать Ну Реально Посложнее Чем Д4 Какой-нибудь В 6 Лон G5 То есть Где нужно Много теорий Знать Может Вариант Найдерфа Пару вариантов Ему там Красивых Можно тоже Удивиться Вот Найдерфи Найдерфи Много теорий Занимательный Надо сказать Интересно Кстати Что ваш Перестал Играть Найдерфа По крайней мере На какой-нибудь Три Пошел Кой-нибудь С6 Интересно Что он Имел Ввиду Вот Хорошо Давайте Тогда Сейчас Кого-нибудь Посмотрим Другого Да То есть Кто Готов Стримить В отличие От меня Так Не здесь Нака Стримит Не ну Наки Так много Вьюверов Зачем Его-то Рейдить Нужно Помогать Тем Кто Нуждается Вот У нас Стримит Стримит Петр Свидел Он просто Стримит Стримит Какую-то Игрушку Но это Не важно Рейд Борта На Нейма Так сказать Так что Петра Венеминовича За рейдим Я не знаю Что Он Стримит На Английском На Русском Скорее Всего На Английском И Скорее Сво Не Шахматы Но Тем Неменее Поехали Спасибо За Просмотр И Может Быть Я К вам Сегодня Еще Вернусь Всего Доброго Продолжение следует